В президентской фракции произошел раскол. Депутаты БПП решили вынести ссоры из СБ. Бизнесмены должны быть заняты бизнесом, поза межами парламента. Члены наибольшей парламентской фракции восстали против коррупции в партии, которая позиционировала себя главным борцом с той же коррупцией. Не может быть так, что одни политики занимаются политикой, другие политики занимаются неведомыми справами, и тень этих справ лежит на всех других. Скандал в президентской фракции начался с СМС-сообщения. Группа депутатов потребовала от главы фракции собраться и поговорить за жизнь. На заседании фракции, куда пришла только половина депутатов Солидарности, прозвучали десятки фамилий и обвинений в коррупции и воровстве денег из госбюджета. Виктор Чумак обвинил Игоря Кононенко и Сергея Березенко в заказе пиар-компании против него. Владислав Голубь обвинил Александра Бродского в грязной кампании против себя на выборах в Черкасской области. Наталья Новак обвинила Игоря Кононенко в крышевании незаконного строительства. Александр Третьяков обвинил Ольгу Богомолец в лоббировании интересов российского производителя. В свою очередь депутат Ольга Богомолец обвинила Третьякова и его партнера депутата Глеба Загорье в том, что они зарабатывают на тендерах при покупке МОСМ медпрепаратов по завышенным ценам. Оказывается, если раньше теневыми оборотами власти заведовала так называемая семья, во главе которой стоял сын Януковича Саша-стоматолог, У него в подчинении были молодые реформаторы Сергей Арбузов, который контролировал все потоки серых и белых денег, и Александр Клименко, поставленный курировать налоговую и таможню. В качестве кошелька для хранения коррупционной дани был выбран новориш Сергей Курченко. После революции тело дракона осталось тем же. Поменялись только его головы. Теперь три головы коррупции. Что интересно, новая семья патологически боится прессы и разглашения информации о своем теневом бизнесе. В ответ на обвинение Виктора Чумака в коррупции Игорь Каноненко даже назвал себя жертвой ТСН, которая рассказала о стремительном росте его благосостояния. Вы правильно задаете вопрос. Кто такой Игорь Каноненко? Почему? Потому что по факту этот человек является первым заместителем руководителя фракции. Но лично я этого человека узнал, только попав в парламент. Каноненко – персона немедийная. Выражение широко известен в узких кругах – это точно про него. Игорь Каноненко – это серый кардинал, который влияет на назначение, влияет на назначение в правоохранительные органы, влияет на значение в государственные предприятия, вхож активно в администрацию президента и диктует, старается, точнее, диктовать свою повестку дня. Это действительно серый кардинал. До прихода в Раду Каноненко работал в концерне «Укрпроминвест». Игорь Каноненко – давний бизнес-партнер главы государства. В 1993 году они вместе создавали компанию «Укрпроминвест». В ее состав входили корпорация «Рошен», автомобильный холдинг «Богдан», судостроительные предприятия «Севморзавод» и «Ленинская кузня», Банк «Мария», СК «Краина» и другие активы. Игорь Каноненко и сейчас является акционером Международного инвестиционного банка, совладельцем которого также выступает президент. Каноненко не просто друг и бизнес-партнер. Он успешно пользуется дружеским расположением первого лица, чтобы сколачивать свои миллиарды. Игорь Каноненко рисует схемы не только в бизнесе. Даже свой дом «Серый кардинал» построил благодаря махинациям с государственной землей. Теннисный корт, сад, домик для охраны. Поместье депутата расположилось на почти гектаре столичной земли в районе, который в народе называют «Царское село». Этот шикарный дворец достался Игорю Каноненко практически даром. Общественный активист уверяет, лакомый кусочек земли под застройку Каноненко получил незаконно. Раньше тут были теплицы коммунального предприятия по содержанию зелёных насаждений. Но в 2009 году землю в самом центре столицы КМДА передала фиктивному кооперативу «Зеленстройсервис-К». В состав директоров кооператива входила Оксана Авдеева, сестра Каноненко. А зарегистрирован «Зеленстройсервис-К» был по тому же адресу, что и «Укрпроминвест». Мичурина, 56. В 2009 году кооператив выступил поручителем должника компании из орбиты «Укрпроминвест» перед неким ЧП «Укрсел» – фиктивному частному предпринимателю с уставным фондом «1000 гривен» и регистрацией в селе Одесской области. Именно у этого частного предприятия Каноненко и выкупил свой участок за 8 миллионов 236 гривен. Почти даром, если учесть, что рыночная стоимость одной сотки в царском селе в 2009 году стартовала от 250 тысяч долларов. Гектар – это, грубо говоря, 100 соток – это 25 миллионов долларов. А вот те сферы государственной экономики, которые так или иначе контролируют Игорь Каноненко через своих партнеров и ставленников. Это и Одесский припортовый завод, Государственная фискальная служба, Таможня и Укроборонпром. Одна из самых громких историй, в которой засветилось имя Игоря Каноненко – это скандал вокруг Одесского припортового завода. Завод пытаются довести до банкротства и по-тихому приватизировать две группы бизнесменов, которые поставляют предприятию газ из России и таким образом выкачивают из него деньги. Люди Каноненко обвиняют в этом депутата Народного фронта Николая Мартыненко. В наблюдательном совете есть председатель такой – это перелома, это бизнес-партнер депутата Мартыненко. В самом БПП утверждают, что теневую приватизацию ОПЗ затеял сам Каноненко, который с помощью информационных вбросов борется с конкурентами. Есть информация о том, что Одесский припортовый завод системно доводит до банкротства. Зачем доводит до банкротства? Чтобы при приватизации его цена была меньше. И есть определенные, скажем, олигархические группы, которые стоят за этим процессом. Говорят о том, что за этим стоит Игорь Каноненко. Конечно, работает завхоз властной партии не в одиночку. Это люди – Каноненко, Березенко, Грановский. По факту, я думаю, что еще находятся их депутаты, которые находятся в их группе. Александр Грановский – депутат БПП, добрый друг и универсальный солдат Каноненко. Именно Грановскому приписывают участие в рейдерском захвате наибольшего торгово-развлекательного центра Киева «Скаймола». Евгений Малеев стоял у истоков стройки и помнит день торжественного открытия самого большого ТРЦ в Киеве. Вот уже три года его не пускают забрать даже личные вещи. В ходе этого конфликта, по сути, все, кто тем или иным образом занимается проектом «Скаймол» со стороны «Арикана», они подвергаются либо обыскам, либо вызовам на допрос в качестве свидетелей. Отдельные люди уже получили статус подозреваемого, в том числе и я. Этот торговый центр эстонская компания «Арикана» строила около пяти лет и вложила в комплекс более 155 миллионов долларов. Экономический кризис 2008-2009 годов вынудил главу компании-застройщика Хиллера Тедера искать партнеров в Украине. В марте 2010 года в проект входит компания «Стокман Интерхолд», зарегистрированная в офшорах и принадлежащая украинскому бизнесмену Андрею Адамовскому. Пришли вместе тогда Адамовский, фонд Пивденный, и еще один человек, кто инвестировал в торговую недвижимость в Одессе. Украинцы дали эстонскому бизнесмену деньги на окончание стройки и взамен получили во временное пользование контрольный пакет акций фирмы, владеющей Скаймолом. Мы не думали, что можно так обманывать и можно спрятать, но торговый центр – это же не деньги, что их украдешь и куда-то уедешь, на теплые острова. Он же здесь, он же до сих пор здесь. 17 гектар в самом центре Киева приносят партнерам 25 миллионов долларов в год, и эти деньги превратили их во врагов. Мы, конечно, сказали, что мы же так не договорились, это же не по-четельмински и не по договорам. Он сказал, платите больше или я пойду судиться. Когда эстонец Хиллар Тайдер обратился к Адамовскому с предложением вернуть долг и забрать назад управление торговым центром, получил отказ. После которого начались суды, в том числе международные, которые постоянно выигрывали эстонцы. Казалось бы, они смогут вернуть себе Скаймол, но не тут-то было. Нам уже даже интересно, когда в конце концов это закончится. Но если чем больше мы местами общаемся, они говорят, что будет видно, но они не верят, что во время этой власти эта история закончится. Но однажды в госреестре прав собственности на торговый центр произошли чудесные изменения. Ночью 29 августа 2013 года все аресты, наложенные на имущественный комплекс Скаймол во время судов, были сняты, а затем оформлена ипотека на банк Пивденный. Если сегодня смотреть, даже у регистратора, там есть Адамовский, Крановский. Это является тогда, в нашей понимании, преступной группировкой, которые организовали все это воровство. Таким образом, здание торгового центра оказалось в залоге у банка, который принадлежал партнерам Адамовского. Ну, как нам Адамовский и Грановский сказали, что вы же с нами бороться в Украине не можете, потому что на украинском уровне мы же местные люди, мы всегда можем договариваться. Подписи под документами ставила некая Ткаченко Ольга Сергеевна. Та самая Ткаченко, которая значилась личным помощником народного депутата Александра Грановского. Ольга Ткаченко – ниточка, которая позволяет предположить. Именно при помощи Грановского Игорь Каноненко устанавливает контроль над Одесским припортовым заводом. Грановский – это достаточно близкий человек к Игорю Каноненко. Они даже в парламенте сидят на соседних креслах, например. У Грановского есть бизнес-партнер Андрей Адамовский. Они очень часто взаимодействовали на девелоперском рынке. Это все, грубо говоря, одна компания, которая курирует вопросы по Одесскому припортовому. Госпожа Ткаченко входит в наблюдательный совет ОПЗ. Еще одним членом наблюдательного совета стала Ольга Ткаченко. Чем примечательна Ольга Ткаченко? Она работала помощником народного депутата Александра Грановского. Однако почему-то информация об этом исчезла со страниц сайта Верховной Рады, как только об Ольге Ткаченко заговорили СМИ. Керевничество Одесского припортового завода. Один ставленник одного олигарха, другий ставленник того самого Каноненко, олигархового влади. Что это за практика? Чему до этого часа державные компании означают взросшение с олигархатом? Схема заработка дельцов на ОПЗ проста. Завод заключил контракт с европейской фирмой, которая поставляет на завод газ, а взамен забирает аммиак по крайне выгодной цене, перепродавая его посредникам. Это фирма Антра ГМБХ, зарегистрированная в городе Вена. Деньги идут мимо, потому что, опять же, это довальческая схема. То есть фактически завод, получая газ, отдает готовую продукцию под реализацию этой компании. Соответственно, валютная выручка остается у частной компании. Конечно же, серый кардинал украинского парламента не участвует лично в махинациях с государственными активами одесского припортового. Для этого у него есть надежные бизнес-партнеры. Надо показать и повернуть выкраденные гроши. Кто бы за этим не стоял, помощники Кононенко, его родичи, главные бухгалтеры Укрпроминвеста или какой-то другой олигархичной группы, в Украине должны быть повернуты, выкраденные с нашей государственной грошей. Возвращать есть что. За год Одесский припортовый завод смог бы приносить Украине десятки миллиардов гривен. Но пока выручка оседает в частных руках. И приватизировать завод собираются пока только на словах. Пока приближенные к семье олигарха не высосут из него все ресурсы. Все эти схемы имеют смысл только в том случае, когда это государственное предприятие, когда оно оперирует государственными деньгами. Тогда это действительно приносит прибыль операторам схемы. Соответственно, это курица, которая несет золотые яйца, ее никто не будет резать сейчас. На связь Кононенко с Грановским также указывают журналисты программы «Деньги», но уже в контексте других злоупотреблений. Костянтин Лікарчук – экс-заступник головы Державної фискальної службы Украины. Его называют протеже и слухняным выполнением спецзавданий Олександра Грановского, который в свою очередь получает разнарядки безпосередньо от своего патрона Игоря Кононенко. Про государственную фискальную службу неожиданно появляется масса нелицеприятной информации. Про поборы, взятки, коррупционные схемы рассказывает всем желающим Константин Лікарчук. Знающий таможню и налоговую изнутри, Лікарчук спешит сообщить всем, как нагло кладут себе в карман государственные миллионы ведомственные чиновники. Я максимально саботировал коррупцию. Но, оказывается, дело вовсе не в правдолюбии. Константин Лікарчук просто слишком хорошо разбирался в коррупционных схемах и, оставшись неудел, решил обвинить Насирова. Я считаю, что суд, рассмотрев все материалы дела, примет решение о восстановлении. Почему же Лікарчук, несмотря ни на что, хочет вернуться в гнилую и продажную службу? Оказывается, Константин Лікарчук, как и Ольга Ткаченко, также работал на Александра Грановского. Высший эшелон государственной фискальной службы Лікарчука делегировал надзиратель за Одесской таможней. Но Правдоруб так ничего и не сделал, для того, чтобы на таможне стало меньше взято. Бизнес, наверное, запомнилась его каденцией огромкими высказываниями. Вначале он подкупал своей честностью и прозрачностью, да, и говорил о том, что он не контролирует ситуацию. Но потом, когда уже в конце каденции, мы просто говорили о том, что зачем тогда оставаться на таком посту, если ты ничего не можешь изменить и ничего не можешь проконтролировать. Впрочем, как оказалось, контролировал Лікарчук немного другие потоки. Но все эти перипетии кураторам таможни удалось спрятать от общественности с помощью вот этой миловидной девушки. Вопреки объявленному конкурсу на пост главы таможни, она конкурс не прошла. То есть возглавила таможню вне конкурса. Я вам не могу сказать в тоннах, сколько проходят вантажей через одесский порт. Но в контейнерах, я думаю, что сейчас очень изменилась цифра. Я могу проверить вас. Здесь продолжают работать старые, всем известные коррупционные схемы. Это занижение весовых характеристик груза, подмена номенкатурой груза и занижение стоимости груза. Вот эти три составляющие сейчас функционируют. К сожалению, продолжают функционировать. И приход новой команды пока еще ничего не изменил. Как только назначили Марушевскую, 2-3 дня, где-то 4 дня, все утихло. Перед этим был большой вывоз грузов на терминалы, на внутреннюю таможню. Потом все приутихло, а сейчас это все продолжает возобновляться с новой силой. Президентской фракции скандал. Попытки руководителей фракции заблокировать конкурс на пост главы антикоррупционного бюро и протолкнуть на пост антикоррупционного прокурора своего человека вскрыли коррупционный нарыв. Виктор Чумак, который пытается пройти конкурс национальное антикоррупционное бюро, утверждает, всячески препятствуют в этом ему люди Игоря Кононенко, которые двигают в НАП своего человека. Грязная борьба разворачивается из-за кресла антикоррупционного прокурора. И по этому поводу внутри фракции БПП также разгорелся скандал, в котором одни депутаты обвинили других в подковерной игре. Сначала депутат БПП Мустафан Аем заявил, что некие силы пытаются продавить кандидата от Генпрокуратуры и хотят избежать появления на голосовании журналистов. Затем неожиданно резко на это заявление отреагировал глава фракции Юрий Луценко и обвинил СМИ в попытке помешать выбрать антикоррупционного прокурора. Нардеп самопомощи и глава комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Егор Соболев считает, что часть комиссии очень хочет протолкнуть на должность экс-прокурора Одесской области Романа Говдю. Именно Говдю в свое время жестко раскритиковал губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Это называется рэкет, дорогой мой. Бандитизм – это функциональная обязанность прокуратуры. Это называется бандитизм и рэкет. Так Саакашвили обращался к прокурору во время его работы в области, а видео набрало более 1 миллиона 600 тысяч просмотров в Ютуб. Причину конфликтов в БПП депутаты провластной партии объясняют просто. Коллеги по Раде не могут определиться, какие интересы они будут отстаивать в украинском парламенте. Страны или своего бизнеса. Уставшие от потока коррупционных обвинений, которые выливаются на правящую партию, депутаты БПП требуют убрать из фракции серых кардиналов коррупции. Если раньше теневыми оборотами президента заведовала так называемая семья, во главе которой стоял сын Януковича Саша-стоматолог, то теперь у коррупции три головы. Каноненко, Березенко, Огромотский. Там вообще купа людей, которые в принципе называются подвечной политикой. Интерес к политике и деньгам у Сергея Березенко в крови. Отец – винницкий бизнесмен, дядя – экс-губернатор Винничины Анатолий Матвиенко. Скандалы преследуют молодого политика на каждом шагу. В 22 года стал депутатом столичного горсовета и помощником Леонида Черновецкого. Дальше – государственная кормушка и доступ к бюджетным средствам. В 30 Березенко возглавляет один из самых закрытых органов государственной власти в стране с миллиардным бюджетом. Назначение на должность руководителя государственного управления делами 30-летнего Березенко – кадровый скандал года. Поработав главой государственного управления делами, Березенко решает взять Чернигов. За грязными технологиями кандидата на пост мэра следит вся страна. Подкуп избирателей и противозаконная агитация дают свои результаты. Березенко выигрывает выборы. Поговаривают, именно команда, обеспечившая Березенко победу в Чернигове работала на скандального Олеся, бывшего секретаря Киевсовета времен Леонида Черновецкого. Я думаю, что все-таки Березенко обеспечивает какую-то политическую составляющую, да, вот в этой схеме. То есть, скорее, он занимается действительно оргработой, оргработой с фракцией БТП, а уже непосредственно экономика обеспечивает, так сказать, финансовую часть, да. То есть, я бы сказал бы, что Березенко – это органика. Опальный политик Геннадий Корбан считает, что безграничная любовь в партии власти к молодому Сергею Березенко связана с его полезностью. Он выполняет поручения, которые для Виктора Януковича выполнял Сергей Клюев. Выплачивает депутатам зарплату в конвертах. Березенко – это тот коммуникатор, который обеспечивает для Канаменко оргработу фракции, и в том числе оргработу финансирования фракции. Но депутатам явно не доплачивают. Как свидетельствует экс-глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко, Игорь Кананенко зарабатывают на государстве миллионы долларов в день. Сотни тысяч долларов в день именно столько удается уводить Игорю Кананенко в офшоры. И деньги эти явно не для того, чтобы оплачивать нужное голосование в парламенте. Огромными деньгами серого кардинала даже заинтересовались в США. Такие концы вывода средств за рубеж наверняка будет непросто даже самой сильной финансовой разведки мира. Оказывается, под контролем у Кананенко не только государственные подряды, но и банки. И это чуть ли не единственный схемный бизнес, в котором наступники опередили Попередников. Глава фонда гарантирования вкладов Константин Варушилин – бизнес-партнер Игоря Кананенко. В связке они могут оборвать жизнь любого банка, а при продаже его имущества растерять все необходимые документы. Впрочем, это далеко не самая интересная схема на банковском рынке. Куда интереснее распродавать активы проблемных банков, которые можно продавать нужным людям по нужным ценам. Об этом прекрасно знали все те, кто, в принципе, этим занимался. И когда пришла новая власть, мы увидели вал банкротства банков. При Януковиче бизнесмены пытались сохранить свое имущество, подписывая фиктивные договора с банками. Якобы брали кредит под залог имущества фирмы. Если приходили из налоговой, фирма объявлялась банкротом, и имущество забиралось с банком в счет оплаты кредита. Потом банкиры имущество возвращали. И сейчас фактически будет происходить распродажа этих кредитов, этого имущества через фонд гарантирования вкладов. Теперь спрятать свой бизнес нелегко. Я думаю, что в окружении президента прекрасно знали о том, что там спрятано очень много имущества, что там выдано очень много кредитов. И если новые парламентские олигархи положат глаз на какой-нибудь заводик, то спрятать его будет практически невозможно. Фонд гарантирования вклада возглавляет Константин Варушилин. Это человек, близкий к Игорю Кононенко. Они бизнес-партнеры. То, что вкусные предприятия уже переходят под контроль нужным людям, доказывает ситуация с энергетической компанией «Центрэнерго». Она принадлежит государству, но управляется людьми Игоря Кононенко. Ключевой бизнес на «Облэнерго» — это закупки угля. При Януковиче его покупали на нелегальных копанках. Если раньше это были копанки Саши Януковича, то сейчас это копанки боевиков. Сейчас это еще больше навара, потому что если там при Саше надо было хотя бы что-то платить людям, которые работают в этих копанках, то сейчас за миску борща и человеком с автоматом это все делается. Украина готова была подписать договор о поставке угля с африканскими странами. Но в последний момент соглашения провалились. Официальная версия — государственным компаниям экономически невыгодно возить уголь издалека. Их осталось не так много, осталась фактически одна государственная энергогенерирующая компания «Центрэнерго», которая постоянно страдает от каких-то скандалов, связанных с закупками угля. Громче всех в связи с компанией «Центрэнерго» звучит имя Игоря Кононенко. «Центрэнерго», например, да. То есть это те компании, которые, в общем-то, сегодня принадлежат к государству, где менеджмент контролируется Кононенко, и, соответственно, он контролирует финансовые потоки. «Донбасский уголь» сюда поставляется без какого-либо контроля и учета. Условия поставок держатся в секрете между боевиками и их бизнес-партнерами с украинской стороны. «Центрэнерго» — потребитель, куда опять же поставляется «Донбасский уголь». Просто, что в этой схеме теперь участвуют и донецкие боевики. Фактически, это тот же «Донбасский уголь», который идет на государственные предприятия. Это чистая схема. Ее операторами, опять же, выступает окружение. Вот финансовые отчеты «Центрэнерго». После того, как ей занялись люди Кононенко, компания за год из прибыльной превратилась в убыточную. «Центрэнерго» уже не один год готовят к приватизации. Но специалисты утверждают, до приватизации дело в ближайшие годы дойдет вряд ли. Более того, так же, как и в случае с «Адельским припортом», очень много говорили о приватизации «Центрэнерго». Но до сих пор не сделано ровно никаких шагов для того, чтобы его приватизировать. Вот опять же говорили об интересе со стороны «Центрэнерго». Но это вторая курица, которая несет не менее золотые яйца. Поэтому ее резать, опять же, никто не будет. Она оперирует государственными деньгами. И эта схема возможна только в таком формате, в котором она есть. За правильное управление «Центрэнерго» партнеры Игоря Каноненко имеют возможность поправлять свои дела за счет государственного бюджета. Это тоже их тема. Национальная комиссия регулирования рынка электроэнергетики и коммунальных услуг. Летом решила утвердить инвестиционную программу госпредприятия «Нек Укрэнерго», увеличив ее на 2 миллиарда гривен. С 4,7 миллиардов гривен до 6,96 миллиардов гривен. Дополнительные средства пойдут на закупку новых трансформаторов. Их купят у завода «Запорожтрансформатор». Цены являются намного выше, чем цены на аналогичные трансформаторы и даже на цены на трансформаторы, которые экспортировались из Украины в другие страны. Поэтому возникла такая ситуация и поднялся довольно большой скандал. В результате эти тендеры отменили. Но, несмотря на то, что антимонопольный комитет оштрафовал завод за антиконкурентные действия на 30 тысяч гривен и запретил ЗТР заключать договора с госструктурами аж до 2017 года, у специалистов есть опасения, что олигархи могут обойти законы и продать государству трансформаторы через свои подставные конторы еще дороже. Объявили новые тендеры. Сейчас в этих тендерах принимают участие такие фирмы, как и ВВС, и круг участников немного расширился. Но посмотрим, к чему это приведет. Хотя вопросы к составлению последних условий тендера тоже есть. Впрочем, уголе-трансформаторы – это мелочь по сравнению с еще одной схемой серого кардинала – торговля оружием. Украина входит в топ экспортеров по продаже оружия в другие страны. Продает оружие компания «Укрспецэкспорт». В условиях войны на Донбассе Украина ухитряется продавать оружие на сотни миллионов долларов. За первое полугодие 2015 года уже почти на 700. Концерн создавался еще при Януковиче для обогащения его доверенных людей. Власть поменялась, а цели такими и остались. Задача «Украборонпрома» точно такая же остается, какой она была при создании этого предприятия при Януковиче. Она не может измениться, поскольку там определены таким образом его цели и задачи. А это управление действующими финансовыми потоками действующих предприятий оборонной промышленности. Руководители госконцерна «Украборонпром» координируют ремонт старой, производство и продажу новой техники и вооружений. Продают оружие всем желающим. По необходимости украинским военным госзаказ, а для своей выгоды – за границу. По сути, по своему назначению «Украборонпром» является прокладкой между государством и государственными предприятиями. Возникает вопрос, а зачем государству финансировать прокладку между собой и своими же собственными предприятиями? В этом нет никакой логики. Кто же они – руководители «Украборонпрома»? Как и за что они оказались на таких ответственных должностях? Наша миссия тех людей, тех мужчин и женщин, которые работают в системе «Украборонпрома» – это такая война внутри нашей страны, направленная на нашу победу. Роман Романов – автодиллер из Херсона. Позже был депутатом Херсонских гор и облсоветов. Но о нем вспоминают в родном городе с трудом. Не запомнился ни хорошо, ни плохо. Назвать его общественным деятелем города Херсона невозможно, потому что он не светился. Он так тихо от себя зарабатывал, просто работал. Не знаю, там, негатива, позитива особо в прессе никогда особо не выливалось. Оказывается, тихий продавец автомобилей занимался машинами корпорации «Богдан». Он продал свою долю в «Автоимперии» своему партнеру Олегу Свинарчуку. А Олег Свинарчук, сменивший фамилию на Гладковский, стал первым заместителем секретаря Совета нацбезопасности и куратором «Украборонпрома». Будем делать все, чтобы люди, которые приходят для влады, по-перше, контролировались, по-друге, были профессионалами. Олег Гладковский-Свинарчук – друг все того же Игоря Каноненко по автодорожному институту. Именно Олег Гладковский и дал карт-бланш в руки Романова на переформатирование «Украборонпрома» под нужные олигархам интересы. Роман Романов, я думаю, да, он был поставлен Гладковским. Сейчас всю ответственность политическую за то, что у нас нет органа планирования работы оборонной промышленности, несет на себе конкретно поставленный на эту отрасль господин Гладковский, замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны, который поменял фамилию недавно со Свинарчука на Гладковского. Романов привел свои профессиональные кадры. 28-летний Денис Гурак до своего прихода в оборонку торговал медпрепаратами и ездил на медицинские конференции в Москву. Работаны на практике в разных странах мира системы регулирования лекарств. Россия, насколько мы видим, из Украины движется в этом направлении. А уже через год Денис Гурак раздает интервью на тему внешнеэкономических связей госконцерна «Укроборонпром» и курирует работу крупнейших национальных спецэкспортеров оружия. На инвестпривабливость украинского ОПК впливают в первую очередь факторы технологической развиненности нас, как государства. С не своими кадрами Романов жестоко расправляется. Предыдущего директора Львовского бронетанкового завода Александра Стопца уволили якобы за кражу государственных денег. Причем 2 миллиона даже как бы нашли во время обыска, с которым вломились через полгода после увольнения. Есть неправильно построенная структура. В ней все построено неправильно. То, как организована работа на этих предприятиях, это тоже, к сожалению, можно тоже подвести под статью. Это тоже все организовывается. Понимаете, вот вся система неграмотна. Она вся создана полностью для того, чтобы воровать. В 2014-м Укроборонпром по официальным данным выполнял заказ страны на 98%. В нынешнем году уже идут с опережением графика. Об этом сообщает официальный сайт. А вот реальная картинка. Полностью все системы. Мы заново все перебирали, все смотрели. Чиновники от оборонки хвастались успехами, а бойцы на передовой воевали с трофейным оружием. Начальник генштаба подсчитывает успехи ведомства Романа Романова. Из 102 БМП 85 неисправны. Из 90 танков проблемы на 66. Неужели кто-то умышленно подставляет наших армейцев? Но история с поломанной техникой для фронта и миллионными распродажами исправный зарубеж «Это цветочки». Совсем недавно в состав госконцерна «Укроборонпром» вошел лидер украинского самолетастроения государственное предприятие «Завод Антонов». Теперь продажей самолетов будет заниматься «Оборонпром», чтобы якобы убыточное предприятие сделать прибыльным. Летом был подписан акт приема передачи ГП «Антонов» из подчинения Министерства экономического развития и торговли в структуру ГК «Укроборонпром». В обход кабинета министров. Кажется, скоро дела в «Укроборонпроме» у кого-то снова пойдут на взлет. В теории и практике коррупции времен Януковича мало что изменилось. Даже так называемые семейные схемы остались теми же. Просто поменялись их кураторы. У нас схемы в стране мало поменялись со времен прошлой власти. Более того, даже операторы этих схем, как мы видим, например, с премьером Одесского припорта, остались теми же самыми. То есть их организовывают те же люди, которые их организовывали людям и с окружения экс-президента Януковича. Эти же люди работают сейчас. Схемы, по сути, те же самые. Рэкет. Термины времен 90-х снова возвращаются, а проверенные рейдерские схемы заработали по-новому. Но в отношении схем коррупционных, в отношении рейдерских захватов, в отношении работы Генеральной прокуратуры прогресса в этом отношении нет. Все, что было при Януковиче, осталось сейчас. Изменилась лишь крыша. Если раньше теневыми оборотами президента заведовала так называемая семья, во главе которой стоял родной сын Януковича Саша-стоматолог, то теперь коррупцию возглавляет сын приемный. И активно пользуясь дружеским расположением первого лица и практически неограниченным доступом к телу, Серый Кардинал успешно зарабатывает свои миллиарды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова